Улица Зубковый, дом номер 30. Сейчас здесь сложно заметить следы былого происшествия. Однако всего несколько дней назад в девятом подъезде многоквартирного здания разыгралась настоящая бытовая стихия. В прошлую среду, 18 июля, 10 квартир остались без воды. Из крана не текла ни горячая, ни холодная. Но это было только началом злоключений. Причина отключения – это прорыв канализационной трубы. Вот только чтобы поломку ликвидировать, нужно было попасть в квартиру на пятом этаже. А собственника на месте не оказалось. Хозяйка квартиры не могла приехать в тот же день. Тогда управляющая компания предприняла бескомпромиссные меры. И отключили нас четыре подъезда. Я звонила потом в самоотличие дом управления, говорю, это ведь не дело. Один стояк, или холодный, или горячий, отключается один стояк. Они только сказали, а у нас краны не держат. По словам местных жителей, сотрудники управляющей компании перекрыли воду не сразу. Поэтому потоком затопило несколько нижних этажей. Больше всего пострадала квартира снизу. Лидия – пенсионерка. Из залитой водой квартиры она уехала. По словам женщины, жить там сейчас просто невозможно. О возмещении ущерба управляющая компания ничего не сказала. Как пенсионерка будет ремонтировать свое жилье – неизвестно. Жители верхних этажей пострадали чуть меньше. У них на несколько дней отключили воду. Прикрыли ее по одному стояку. Поэтому лишились воды только 10 квартир. Еды невозможно приготовить нормально. Помыться невозможно. Потому что как раз пришлось время на самую жару вот такую. Просто это было нереально. Тем более у меня двое детей. Это не помыть их. Сами знаете, дети постоянно пачкаются. Это было очень сложно. Единственное, соседи очень выручили. У них-то вода-то есть. Местные жители не знают, пыталась ли управляющая компания хоть как-то решить проблему. Им и самим интересен этот вопрос. Главный инженер сообщил, что они пытались решить ситуацию всеми возможными способами. Дело в том, что по проекту сделаны ревизионные колодцы на первом, пятом и девятых этажах. Из того, что этой квартиры не было, не было возможности. Когда квартира эта появилась, прочистили. Дуквально это дело все заняло час. Причиной засора главный инженер назвал неправильное пользование канализационной системой. Кто-то из местных жителей, по его словам, смыл нижнее белье, веревки и целлофановые пакеты. К сожалению, подобный случай в городе не единственный виновных в такой ситуации обычно не находят. Да и искать вряд ли будут. Однако юристы рассказали, что пути решения этой проблемы больше одного. В этой ситуации, я думаю, вскрытие осуществят сотрудники МЧС, которые составят акт о том, что произошло для того, чтобы прекратить аварийную ситуацию. Потому что если не прекратить поступание воды, это может вызвать в том числе замыкание электропроводки. А при искрении, как мы знаем, в том числе может быть и пожар. А пожар может вызвать взрыв газа, который проходит в том числе через эту квартиру. Поэтому что-то необходимо делать, но не без действий. В дальнейшем те акты, которые будут составлены сотрудниками МЧС и управляющей компанией, или, если обслуживать данный дом, ТСЖ, могут пригодиться для того, чтобы предъявить претензии виновным лицу в аварийной ситуации. Олег Попов также рассказал, что делать, если квартиру затопили соседи. Первым делом нужно провести независимую экспертизу с целью определения полного размера ущерба. После этого стоит через суд предъявить претензии к владельцу квартиры. В дальнейшем в суде можно вывести кого-то из состава соответчиков, а основному виновнику предъявлять требования не только по материальному, но и моральному ущербу, а также всем расходам. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».